Вот у нас есть экспоненты, и, собственно, геометрическая сумма – это сумма выражений с экспонентами, вот такие вот, когда есть и 2b, значит, какая она есть, значит, геометрическая сумма, геометрическая сумма этого сумма экспонентов, вот есть vx, ну, еще и даты, умноженные на какой-то функционер. Вот у нас есть экспоненты, так с помощью экспонентов можно считать интересующие нас суммы, например, вот такого вот геометра. Вот тут надо как-то так вот выслить, мне кажется. Вот у нас есть вот эта вот сумма, она непонятна, а где, как, то есть, значит, вот из каких-то соображений, просто из определения множества, мы знаем, чему равна эта сумма, а теперь мы как-то хотим другой взгляд на эту сумму иметь. Метод трипометрических сумм, он позволяет, я вот такие вот картинки обычно рисую, вот мы вот тут вот живем на Земле, вот, а есть другая планета такая, Сатурн. Вот у нас на Земле есть какие-то объекты, вот у нас там вот сумма. Вот, метод трипометрических сумм, он позволяет вот этот объект, у каждого объекта на Земле есть стиль, вот. Здесь есть двойственный объект на, так сказать, в другой Вселенной, в Сатурн. Вот. У каждой там вот функции, точки, множество, есть объект здесь. Вот. Они, значит, совершенно не похожи на нас, да, но, тем не менее, каждому нашему соответствуют объекты вот в другой Вселенной, и наоборот, каждому, значит, объекту отсутствуют объекты из нашей Земли. Ну вот. Вот метод трипометрических сумм заключается в том, что мы возьмем наши эти объекты, перерисуем их вот в этом другом, так сказать, высшем мире, так как. Вот. Чаще в этом мире мы можем что-то увидеть, так сказать, поскольку объекты здесь выглядят совершенно по-другому. Что-то там понять, а потом информацию, полученную в этом мире, перенести в нашу. Вот, значит, давайте, значит, давайте введем такой вот способ перехода, так сказать, телепортации, так сказать, с нашего мира в этот. Это называется метод, значит, геометрических сумм или метод анализа Курьер, по-другому. Итак, что такое анализ Курьер? Анализ Курьер – это, значит, вот, объект в нашем мире – это будет функция. Итак, вот у нас есть функция. Функция L, которая живет на… принимая извращение где-то там, несколько числов, например, и, так сказать, живет… живет… живет в Fp. Ну, то есть, ее аргументы минус B. Ну, вот пример. Вот у нас была характеристическая функция вычета. Одинокарпинус. Вот. Вот мы ее там как-то переписывали через символы коллижатора, да, вот. Ну, вот это вот наш объект, нашего объекта. Он понятный. Вот один плюс-минус одинокарпинус. Поэтому вот этой функции объект вот отсюда. Правило вот такое. Новая функция T называется F с крышкой. И F с крышкой, значит, от… значит, была функция от X, скажем, а новая будет функция от B. Вот такая вот форма. E в степени 2π и X или там B. Дальше это вот просто-напросто берется F от 0, умножается на E в степени минус 2π и B, 0, Y. Это, между прочим, единицы. Потом берется F от 1. E в степени минус 2π и B, 1, Y. И так далее. F от B минус 1. E в степени минус 2π и B, B минус 1, Y. Вот. Вот это вот совершенно иной, так сказать, объект. Это новая функция. Ну, вот и анализ F от E, собственно, состоит в том, чтобы вместо, так сказать, исходной функции рассматривать вот такие вот. А потом по информации об этих функциях что-то говорить об исходах. Так, значит, формула, главная, так сказать, анализа F от E, это формула F. И оказывается, вот таким образом заданное преобразование, оно сохраняет супы вот такого вот вида. F от X на G от X. И так, значит, если у нас есть две функции F и G, чаще всего они у нас будут действительными, но, тем не менее, вот это, так сказать, по-честному, нужно вставить на второй функции сопряжения комплекс. Комплексные сопряжения, это, значит, если A плюс и B, то сопряженное, это будет A минус и B. Формула Кончерей говорит нам, что если мы рассмотрим вот такую вот сумму, то вот в этом мире Сатурна эта сумма будет записываться примерно таким же образом. Сумма F и G будет равна сумме образов F и G. Но еще вот надо поделить на P. Вот, по некоторым причинам. То есть, это другой мир, но все-таки там что-то происходит примерно на то же самое у нас. Берем две фурсы, считаем такие вот суммы, а вот в этом мире тоже так же считается эта сумма. Значит, и вторая форма связывает, она показывает вот эту вот стрелочку. Вот мы здесь по функции ставили образ, да, вот эту вот F с крышкой. А теперь мы по титу функции рассматриваем, значит, и восстанавливаем саму функцию F. Вторая формула, она формула обращения, она, видите, очень похожа, собственно, на определение F с крышкой, только вот тут стоит минус, а тут минус F стоит. И еще вот P. Ну, например, видите, при минус F. Вторая формула говорит нам, что вот, да, по определению можно построить из G как с крышкой, но не наоборот, если есть и с крышкой, если есть тень объекта, то можно, вот так вот вычисляя, восстановить и сам объект. И вот, типа X равно в каком вот выражении. В общем, я вижу какой-то двойственный, хоть на нас не похож, но вот что-то там, значит, одинаковое явилось.